Всем огромный привет! Сегодня я хочу познакомить вас с новым процессом и скорее всего в этом же видео мы увидим готовую работу так как она небольшая но загорелась я ей, скажем так, внезапно я давно видела этот дизайн я постоянно нахожусь в поиске каких-то античных именно кельтских семплеров, что-то в ирландской тематике вы знаете, что у меня есть один уже но он такой более винтажный, нежный красивый, такой ажурный филигранный, но мне хотелось найти что-то именно такое вот атмосферное такое, представить быт кельтов в те времена, в древние ну не знаю, в общем потому что я и смотрю много документальных фильмов и читаю и ну мне интересно то есть я живу в этой стране на этом острове мне интересна их история мне интересна их культура развитие и вообще они мне импонируют менталитетом своим поэтому мне хочется всегда что-то вышивать оттуда же моя любовь к ирландской мандале и ирландская мини мандала у меня собрана которую тоже я начну вышивать в скором времени придется мини вышивать так как большой у меня еще нет очень хочется прикоснуться к этому всему но пока перебить оскоми, ну скажем так я хочу вот таким вот дизайном прекрасным это Elizabeth Needleworth Design Antique Celtic Sampler он небольшой он всего лишь где-то примерно 20 на 23 сантиметра на 28 каунте наверное на 32 вообще еще меньше вот здесь вот у нас на буклетике представлены какие у нас еще есть разработки этого дизайнера мне очень понравился вот этот сэмплер я думаю что я его себе тоже куплю мне вот эти птичулики понравились мне вот этот алфавит тоже понравился ну в принципе каждый из них интересный вот очень часто этот элемент встречается в сэмплерах но пчелки то мне очень очень понравились я представляю какой он будет интересный потому что нитки используются с переходами ручного окрашивания наверное я куплю себе такой вот схемку не буду показывать покажу ключ ключ у нас видите как я открыла и в принципе схема занимает одну страницу вторую страницу половину второй страницы занимает ключ тут у нас ключ в нитках week die works и есть перевод в dmc но можно было бы конечно вышить и в dmc но мне хочется именно того эффекта который задумал дизайнер так как для меня имеет какое-то не знаю может сакральное значение вот эти все античные сэмплеры я представляю себе тех людей которые вышивали их ну оригиналы да их скажем так и погружаясь то время и мне хочется думать о том о чем они тогда думали может быть он такой немножко нестандартный да но и здесь на 2018 поменяю я дошью здесь крестики но здесь вот эти вот кельтские узлы традиционные такие орнаменты красивые цвета предлагает она нам вышивать его на 32 каунте Natural Brown Linen от Pichelt Imports я не заказывала лен я думала у меня много все-таки тканей может быть какую-то мурану нюдовую кофейную взять может быть самой покрасить и тут я вот когда получила я буквально сегодня получила это с 1-2-3 стич все эти ниточки ниточки еще на лежат отдельно у меня здесь на два проекта от Primitive Hair но начну я с этого хотя вот я прям умирала как хотелось мне на льнах от Primitive Hair повышевать но я свою нетерплячку остановила вот и начала с этого начну с этого так что я говорила я уже забыла видите про ткань я тут вспомнила что я же заказывала на Мельфлоре ткань и мне приехала вот такая вот Ева в цвете натурального льна я думаю я так ниточки приложила давайте посмотрим на цвета здесь некоторых есть по два моточка такая вот королевская селедка цвет думаю будет она хорошо смотреться Blue Jeans цвет потом Battleship таких надо два у нас это у меня еще есть у меня этот цвет Battleship есть в Джульетке потом вот такой Памлика тоже по-моему их два цвета для тех кто задастся вопросом почему я говорю плум а не плам мы так говорим в Ирландии мы говорим Sun а не Sun мы говорим Bus а не Bass мы говорим Munday Sunday Must а не Must короче говоря это чисто как мы смеемся Dublinese акцент это не мое незнание языка это специфика места где обитаю скажем так вот такие вот цвета и мне кажется что они прекрасно будут сочетаться с этой тканью он будет немножко повеселее потому что здесь и фото такое и основа немножко более такая более-более состаренный вид у меня будет немножко посвежее скажем так но фото вообще не то даже вот нитки посмотреть я представляю себе что это дракон это будет вышиваться вот этими нитками здесь какие-то зеленые потом вот это вот все оно будет вышиваться мне кажется вот этими нитками ну короче говоря здесь зафотошопили так что его и не узнаешь я думаю что мне здесь хватит отреза четверти этого отреза 50 на 70 вот такого вот это же четверть у нас да я возьму маленький станочек маленькую рамку и буду вышивать на нем мне очень нравится эта ева у нее здесь такое оно прям очень текстурно у меня есть еще кэшел в цвете натурального льна но он такой более как мокрый цвет мокрого льна да а этот мне нравится больше мне как-то сочетание нравится больше именно на этом льне так что буду я приступать к работе а вы уже в конце видео увидите законченный результат прошло пять дней я уже хочу и могу показать вам готовую работу Antique Celtic Sampler by Elizabeth Needlework Designs мне очень понравилось его вышивать очень и превью конечно отличается от того что мы увидим в итоге ну в плане в том что естественно оно здесь какой-то наверное отфотошоплено или что плюс цвет основы он конечно меняет дизайн в корне как он выглядит и как он воспринимается ну и плюс цвета ниток конечно не соответствуют ну как цвета ниток в реальности не соответствуют вот этим оттенкам которые у нас на превью например вот этот вот цвет мне нравится больше здесь на превью не знаю хотя наверное если бы он так выглядел ну в реальности в соотношении с другими короче здесь все как-то поярче здесь он прям такой бирюзовый здесь зеленый прям зеленый здесь дракон такой ну прям яркий-яркий да и вот этот вот прям такой Salmon Salmon цвет ну в общем мне кажется что они чуть перегнули с фотошопом вот давайте по ниточкам покажу вам по ниточкам все мои остатки так 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 много осталось все осталось вот этого вот использовалось мало всего лишь вот здесь 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 чуть-чуть так так вот этот у нас что так видите было два по ключу ну то есть первый вообще не тронут ну как бы второй вообще не тронут а первого осталось еще я даже здесь довесила ниточку которую я не довышивала но в принципе куда-нибудь всегда эти нитки пригодятся в каком-нибудь дизайне они повторятся сохраню так дальше battleship battleship тоже их было два и тоже видите два их не нужно совсем этот цвет который идет вот здесь вот здесь так где мои ножнички а все запуталось вот здесь вот этот цвет вот здесь вот здесь и вот здесь ну вот тут вот еще полоса в принципе одного вполне хватит так вот этот вот памлика или памлайка это цвет которым вышивается дракон дракон и год год я здесь поменяла 2018 естественно вот здесь вот использовалась тоже их надо было два и вот одну вот такую вот нитку ну то есть вот такой вот длины пасму да одну я отрезала и использовала ее так что два в принципе нужно вышивала я очень экономно вот ну остальных всех по одному видите сколько осталось очень много некоторые как-то по длинному резала некоторые по короткому резала так вот лоуден вот этого цвета blue jeans тоже осталось немного но хватило в общем по ниткам все хорошо всего хватило такие вот у меня магнитики я с ними вышивала почему-то мне показалось что они подходят вот ну и давайте же посмотрим на мою вышивку буквально вот она только со станка сошла за 5 дней все вышилось очень мне понравилось во-первых я влюбилась в эту основу еву именно в этом цвете мне очень понравилась ее текстура как вышивается очень она такая мягкая понятно что в ней льна самого маленький процент это смесь это скажем так имитация льна но я хочу теперь всю елу которую только смогу найти что у нас здесь здесь у нас какие-то рыбки но мне кажется что это что-то типа лосося или маккарел боже шубу с чего делают селедка наверное да это ее копченую едят наверное селедка ну короче потому что ловят их здесь я сейчас зависла задумалась лискумбрия не наверное селедка короче мне кажется эти рыбки либо лосось либо вот этот маккарел здесь вот видите я поменяла 2018 год здесь у нас какие-то ну как грек у меня сказал что это swords что это какие-то сабли но это мне кажется вообще просто какой-то фантазийный кельтский узел потому что как бы кельтские сэмплеры старинные и вообще изображения какие-то старинные да у них везде ну как узор да это кельтский узел популярный здесь какой-то дракон здесь тоже такие просто как бы узоры вот это вот это наверное изображение нюгранч захоронений потому что уж очень-очень похоже оно как это смотрится с высоты птичьего полета то есть такие круги тоже оно все так короче говоря историки утверждают что эти захоронения эти блин по-русски все слова забыла томс боже как гробницы во они были созданы еще до создания египетских пирамид надо туда летом съездить погулять там порассказывать вам ну это наверное не знаю может быть оно тоже что-то значит я так сильно не засматривала здесь такие два птичулика и я так думаю что это вороны все-таки хоть они фиолетовые но у нас остров населен воронами и они черные то есть допустим есть же много очень разных разновидностей даже сорока это тоже врановые но и моя мама обратила на это внимание что у нас в Ирландии нету серых ворон то есть у нас одни черные большие вороны но как бы это не те вороны которые снимаются в фильмах вообще огромные но они достаточно большие то есть это какой-то такой отдельный сорт врановых и вообще я гуглила на самом деле разновидности врановых их очень много и они такие интересные но и вот у нас одна из таких немаленьких разновидностей но я никогда не обращала на это внимание если бы моя мама не сакцентировала на этом внимание я бы и не как бы не обратила внимания хотя в Риге да вот я помню что они такие серо-черные эти вороны вороны ну в общем здесь у нас символичная такая змея заплелась тоже в кельтский узел почему думаю что это змея хотя вот на бошку ничего не особо похоже что это змея но это змея потому что ну не было бы это символично если бы это не была змея потому что святой Патрик пришедший на землю нашу обетованную изгнал всех змей вот и поэтому мне кажется что это достаточно символичное такое вот очень красивая эта буква тоже here there be monsters название такое типа и будут тут монстры ну что-то типа вот такого она переводится here there be monsters ну старинный язык понимаете да английский и поэтому перевела бы я это да будут тут монстры добыть тут монстром ну что-то типа такого но ничего такого прям сильно устрашающего я в этой вышивке не вижу я думаю что она куда-нибудь в коридор пойдет может на входную ну короче говоря не знаю пускай пока полежит я еще даже не представляю как бы я ее оформила но ее можно интересно обыграть посмотрим в принципе за 5 дней такая вышивка я получила удовольствие мне его давно хотелось вышить он у меня мелькал-мелькал но я как-то все а эти нитки ручного украшения а где их купить бла-бла короче на 1-2-3-3-ти я их заказала они мне пришли в течение менее чем недели мне с Америки очень быстро все доходит поэтому мне нравится оттуда заказывать потому что напрямую очень все быстро идет оно там дольше по самой Америке передвигается понимаете штатов много каждого там свои почтовые эти как это сортинг центры вот ну короче я довольна если что сегодня точно я зайду в магазин швейный и посмотрю лапку надо ткань обработать плюс еще хочу сказать что здесь этот отрез был 30 на 50 как это 35 на 50 вот столько у меня еще осталось то есть я наверное ну вот так вот обрежу может быть у меня здесь что-нибудь баннер какой-то вышлется либо оставлю и возможно если я найду какой-то знаете как вот у меня была мысль так сейчас я уберу это все вот так вот оно да еще столько смотрите сколько места здесь если я найду подобный шрифт или что-то такой стиль я этими же остатками ниток вышью здесь баннер welcome ну что-то такое да чтобы можно было это оформить реально в коридоре повесить вот я так думала и поэтому пока не торопилась отрезать ну что еще сказать ничего особо сложного все идет тут очень все логично друг за другом цепляется такая вот у меня далеко от идеальной изнанка но я старалась не делать знаете протяжек и ну такие минимальные там буквально и там где я знаю что например будет закрыто ну то есть по пустому я протяжек старалась не делать делала их небольшие только где вот знала что будут какие-то крестики и не будет ничего просвечиваться ну вроде ничего и не просвечивается все получилось как надо очень она сильно сыпется это Ева но я я довольна своей работой мне нравится плюс один в копилочку к этому году и сейчас я приступаю к другому дизайну Primitive Hair который вы наверное сразу же увидите готовым и мои впечатления и эмоции потому что он небольшой и вышлится на меня буквально за пару дней ну а на этом я спешу завершить свое видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всех вас люблю всех целую и увидимся в следующем видео пока